Продолжение следует... Продолжение следует... Мы все с вами, коллеги, знаем, что правительство всех стран, экономики всех стран в поисках новых форматов и новых подходов к решению текущих экономических проблем. Мы знаем, что мировая экономика на сегодняшний день переживает серьезнейший спад. Это и закрытие границ, это тотальная безработица, это разрушение цепочек поставок, это сокращение потребительского спроса и многое-многое другое. Уважаемые коллеги, я приведу некоторую статистику. По оценкам МВФ в этом году ожидается падение глобального ВВП почти на 5%. Всемирный банк прогнозирует спад почти на 5,2%. Организация экономического сотрудничества из развития ОСР планирует спад почти на 6% мирового ВВП. Я напоминаю, что за последние 75 лет это самый большой спад экономики, который наблюдается в целом мировыми экспертами. Ну и напоминаю, что к 2020 году суммарный ВВП стран БРИКС составил 25% от всемирного. Как сохранить темпы роста, как сильно далеко не уйти в минус? Это основные вопросы, которые на сегодняшний день стоят перед правительствами всех стран. А правительства всех стран, президенты стран всего мира, в том числе стран БРИКС в поисках новых решений по преодолению кризиса. Наша с вами сегодняшняя задача попробовать понять, какая же основная роль общественных объединений, общественных организаций в развитии межмуниципального сотрудничества. Какой опыт и какие практики существуют в этой работе. И как мы могли бы с вами, уважаемые коллеги, поделиться своими практиками, опытом для того, чтобы внести свой вклад в развитие экономик наших стран? Я должна сказать, что Деловая Россия как общественная организация за этот период внесла свой очень серьезный вклад в поддержку предпринимательского сообщества. Мы имеем огромное количество бизнес-ассоциаций, партнеров по всему миру, более 200 партнерских бизнес-ассоциаций. То сотрудничество, которое есть у Деловой России, оно в большей части строится на уровне глобальном, стратегическом, федеральном. Должна сказать, что сотрудничества на межмуниципальном уровне у нас не так много. К сожалению моему большому, я считаю, что это огромный потенциал, огромные возможности. И мы должны эти возможности, этот потенциал использовать в нашей работе. Уважаемые коллеги, я бы с большим удовольствием хотела представить слово сейчас нашему первому спикеру. Это госпожа Пурнима Анант. Госпожа Анант, у вас огромный опыт сотрудничества и работы с некоммерческими организациями, с общественными организациями. Расскажите, пожалуйста, какой есть опыт в вашей стране, какой опыт вашего межмуниципального сотрудничества на сегодняшний день есть, где вы могли бы поделиться вашим опытом? И, возможно, мы могли бы как-то использовать и тиражировать те возможности, которые... Я очень рада видеть здесь всех моих друзей стран БРИКС, модератора Лоно Каграманя. Вице-президента деловой России. Я встречала ее в Москве. Она глава исполнительного комитета. Я счастлива здесь увидеть другие представители БРИКС. Мы продолжаем серию программ по созданию новых измерений и прогрессивных результатов. Саммит БРИКС 2020 года под российским председательством успешно перешел к ИДИИ в наступающем 2021 году. Я благодарю нашего ведущего Михаила Черепанова. Сегодняшняя встреча имеет огромное значение для добровольных действий сотрудничества правительств от низового уровня до самого высокого уровня, так как скоро исполнится два года продолжающемуся сотрудничеству программы БРИКС между Санкт-Петербургом и Нью-Дели с БРИКС и другими дружескими странами. Я вспоминаю, мы организовали программу будущего в 2017 году в Нью-Дели. Второй раз Михаил Черепанов приехал в Индию в марте 2012 года. Там мы установили прочное узо сотрудничества для работы над его идеями с муниципалитетами стран БРИКС. Михаил Черепанов организовал первый международный муниципальный форум стран БРИКС в сентябре 2012 года в Санкт-Петербурге, наряду с соревнованиями по NBC. В нем приняли участие представители всех пяти стран БРИКС, в том числе представители литеральных ведомств, городов, руководители коммерческих компаний, общественных организаций и объединений. Я поздравляю весь коллектив БРИКС и от всей души желаю председателю Михаилу Черепанову успешного открытия и проведения международного муниципального форума БРИКС. Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» — это уникальная площадка. Я была в их московском офисе в 2012 году, где меня очень тепло встретили и поделились планами по работе с «Деловой России». Это была действительно хорошая возможность поделиться бизнес-идеми БРИКС с крупным бизнес-сообществом в России и подключить общественные организации. Возвращаясь к этому вопросу, следует отметить, что эта сессия очень важна, поскольку неправительственные организации и организации гражданского общества играют жизненно важную роль в формировании и осуществлении демократии участия. Мы видим, что в период пандемии COVID-19 многие НПО выдавали людям продукты питания, лекарства, маски и дезинфицирующие средства. Так что муниципалитеты стран БРИКС неуклонда расширяют своевое выгодное здоровье в разных сферах. Муниципалитеты пытаются сделать НПО подотчетными законами о земле, обеспечить прозрачность финансовых операций и так далее. Они также пытаются сделать более прозрачными действиями муниципальных чиновников, чтобы обеспечить беспристрастное функционирование муниципальных органов на низовом уровне. Однако, несмотря на противоречивую позицию, в странах БРИКС существует несколько направлений сотрудничества между муниципалитетами и НПО. Если мы посмотрим, муниципалитеты стран БРИКС играют очень важную роль в качестве успешных правительственных единиц, где люди доверяют друг другу и сотрудничают, образовываются возможные объединения, это может быть что-то струже простое и обыденное, как кружок с голосом или секция по рисованию. На мой взгляд, помимо муниципальных реформ, гораздо большую роль в предоставлении государственных услуг и бизнес-возможности с помощью новых инициатив и цифровых технологий играют объединения с общественными организациями на местном уровне. Сотрудничество может осуществляться в таких областях, как культура, спорт, отдых, десу. В цифровую эпоху гораздо больше возможностей для роста, если говорить о позитивном и взаимно доверительном сотрудничестве по более сложным вопросам у общества, таким как управление отходами, борьба с загрязнением окружающей среды, гендерное праведство, пандемии, борьба со стихийными бедствиями и так далее. НПО и муниципалитеты могут объединяться через платформы Facebook и WhatsApp для обеспечения прозрачности и инициативного сотрудничества между НПО, деловыми и медиа организациями, учреждениями государственного сектора и активными лицами по указанным вопросам. У нас есть много возможностей для того, чтобы расцветали гражданские инициативы, при уважении друг к другу, возможности выразить свои мысли и готовности слушать других. Это ведет к сотрудничеству с муниципалитетами и обоюдному развитию. Добровольчество – это первый шаг, который ведет к другим последующим. Иногда гражданская инициатива получается как правильная или неправильная, оплаченная или неоплаченная за один и тот же проект. Это различие не служит никакой цели, оно не должно намеренно задеть кого-либо. Я твердо убеждена, что контакты между людьми играют важную роль в укреплении отношений между всеми народами, особенно в странах БРИКС. Туризм является одним из таких катализаторов, где мы можем активно сотрудничать с его продвижением. Я предложила интеграционный план метрополитенов стран БРИКС для единства и делового взаимодействия. В рамках гражданского форума БРИКС мы инициировали проект «Великие учителя БРИКС» совместно с Людмилой Сигурчевой, президентом региональной общественной организации БРИКС «Вертрадиции». В рамках этой программы я хотела бы подчеркнуть важность сотрудничества между муниципалитетами и контактными группами НПО и приветствовать скорейшее завершение подготовки плана дальнейших действий между муниципалитетами БРИКС, деловой России, гражданским форумом БРИКС, международным форумом БРИКС и другими заинтересованными общественными организациями. Международный форум БРИКС – это общественная организация, связанная с местными НПО странам БРИКС для признания, налаживания сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере для создания единого, мирного, безопасного, стабильного, инклюзивного и экономически активного гражданского форума БРИКС. Я хотела бы обратить внимание организаторов БРИКС 2020 года на то, что они признавали и рекомендовали общественные организации БРИКС и на законодательном уровне убивались долгосрочного устойчивого сотрудничества. На мой взгляд, присутствие здесь сегодня муниципалитетов и НПО свидетельствует о том, что существует явное желание улучшить эффективность права на свободу общественных организаций. Препятствия должны быть превращены в возможности. Административные органы должны быть обучены специфическому характеру НПО, их роли и сотрудничество с ним, чтобы получить плагаторные результаты. Я хочу подчеркнуть, что НПО не должна быть органом, существующим политические решения. Она должна быть органом, содействующим людям и отстаивающим их противности. Друзья, сила исходит из коллективных действий, которые способствуют развитию нашей миссии. Поэтому давайте объединимся во время БРИКС 2020 года, чтобы укрепить и продвинуть вперед повестку дня по спасению живых людей. Мы все находимся в ситуации изоляции. Я желаю крепкого здоровья и заранее желаю счастливого нового 2021 года. Все наши друзья из стран БРИКС, присутствующие на сессии, пожалуйста, присоединяйтесь к индийской программе БРИКС 2021 года, «Видение будущего» в марте 2021 года, чтобы продолжить этот диалог и укрепить нашу дружбу. Я приглашаю Нону Каграманян, вице-президента Деловой России, и Михаила Черепанова, председателя ИТРИКС, организовать совместную инициативу международным форумом гуманитарного сотрудничества РИКС в 2021 году. Большое спасибо за то, что пригласили меня. Выступить? Добро пожаловать в Индию. Спасибо. Спасибо, дорогая Пурнима. Спасибо вам за ту работу, огромную работу, которую вы проводите в плане сближения наших народов, в плане сближения наших возможностей. И те программы и проекты, которые вы реализуете, очень полезны и для тиражирования, и для того, чтобы в этом участвовать. Уважаемые коллеги, вот здесь очень правильная вещь сказала Пурнима относительно того, что есть огромный... Спасибо. Большую роль играет именно человеческий фактор. Мы должны укреплять человеческое взаимодействие, мы должны больше общаться, больше координировать усилия, обмениваться опытом для того, чтобы наши возможности могли расти в геометрической прогрессии. Я хочу представить сейчас слово нашему другу. Это президент российско-бразильской торговой палаты, организации, с которой Деловая Россия очень долгие годы работает и сотрудничает, Жильберто Рамос. Но должна сказать, что текущий наш период, он действительно очень серьезно меняет и наши с вами привычные алгоритмы. Жильберто в силу объективных причин физически не может сейчас участвовать в нашем мероприятии. Он направил нам свое небольшое выступление, которое очень просил, чтобы мы смогли послушать. Я попрошу организаторов включить выступление Жильберто Рамоса. Здравствуйте, дамы и господа. Я очень рад, чтобы вы с вами сегодня передать вам это видео в Интернациональном Муниципал БРИКС Форум. Я пригласил нашим партнером в России с тем, что здесь и политические проживания в России. Партиципе благодарность хочется выразиваться в хорошем уровне не по-горовневой организации и поэтому мы делаем в основном важную роль. И не определенная, очень важная роль Мы создали муниципалитеты стран БРИКС в укреплении нашей экономики и сотрудничества. Мы создали рабочую группу, чтобы оказывать финансовую поддержку. Я считаю, что мы должны поддерживать наш бизнес и создать определенный механизм, который бы позволил и дальше развивать различные проекты, которые поддерживали экономику пятерки БРИКС. И задача этих проектов должно быть непосредственно повышение продуктивности и увеличение составленности муниципалитетов стран БРИКС. Увеличение производства сельского хозяйства. Мы должны выделять профессиональные стандарты, повышать уровень профессионального образования. Также мы должны улучшить систему образования, повысить образование наших университетов и образовательных центров. Также мы должны поддерживать научные образования и должны сотрудничать вместе с другими муниципалитетами стран БРИКС. Мы понимаем, что это необходимо для развития наших стран и наших муниципалитетов. Мы должны определить механизмы, которые будут предлагать государственную роль. Мы должны увеличить рабочую силу. Мы должны инвестировать в программы профессиональные центры, центры переподготовки кадров университетов. Также мы должны создать определенные предприятия, которые способствовали бы сотрудничество наших стран и способствовали бы лучшим умением будущего наших организаций. Также мы должны создать определенные предприятия, которые мы могли бы менять знаниями и опытом. Также чтобы были, как я уже повторяла, созданы определенные образовательные программы. Иначе мы должны найти, как у нас еще и которые созданы поддерживающими государственных workforce-regерами, которые способствуют нам оформлять реакцию şey. И также мы должны создавать какие важную роль игры для человека и так называемых делений. Как Рио-де-Жанейро и Соколи, в России, в Москве, в Китащике, в России, в России, в Монбай, и Юталии, в Индии, в США, в США. В Китащике, в США, 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 в США. В Южной Африке. Я хочу еще раз поблагодарить всех за то, что позволили встречаться в форуме. Большое спасибо и удача. Надеюсь, этот форум пройдет прекрасно. Всего доброго. Да, уважаемые коллеги, я благодарю нашего друга и партнера Жильберто Рамоса за его конкретные предложения. И мне кажется, они весьма интересны для того, чтобы мы могли тоже прибавить к собственным предложениям. И это будет уже определенный план действия для того, чтобы сблизить муниципалитеты наших стран и активизировать то самое сотрудничество, о котором мы сегодня говорим. И, уважаемые коллеги, неоднократно во всех выступлениях и будут, и совершенно точно звучат, что нам необходимо координировать усилия, нам необходимо обмениваться информацией. И очень важно, чтобы мы, партнеры, друзья, люди, которые между собой знакомы, могли все наработки, все возможности, которые в отношении вот этого межмуниципального сотрудничества, конкретные кейсы, вот таким образом транслировать для того, чтобы каждый из нас попробовал померить, как говорится, да, понять, насколько эти проекты, они могут быть примиримы в нашей стране, применимы. Насколько мы могли бы эти проекты у себя реализовать и тем самым скоординировать дружбу и сотрудничество между нашими муниципалитетами, между бизнес-ассоциациями, в том числе на межмуниципальном уровне стран-участниц БРИКС. Я очень рассчитываю, что сегодняшние мероприятия и выступления следующих наших спикеров будут максимально способствовать первое знакомство между нами, для того, чтобы мы понимали, что мы единомышленники в необходимости решения этих вопросов. Уважаемые коллеги, я хочу перейти к нашему следующему спикеру. Мы знаем, что Китайская Народная Республика одна из первых столкнулась вот и с тем кризисом, в котором сейчас пребывает весь мир. И одни из первых показательно смогли справиться и решить те проблемы, которые на сегодня видят наши страны. Я хочу попросить сейчас подключиться наших коллег. Это Русско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей. Я должна сказать, что та же самая пандемия, и наш друг и коллега Виталий Манкевич приболел, и сегодня у нас участвует его заместитель, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Сюзиана Макарчан. Я попрошу вас рассказать о том опыте, который есть, китайском опыте, который на сегодняшний день есть и может быть стиражирован в другие страны. Как китайская сторона смогла синхронизировать взаимодействие между правительством и бизнесом, между муниципалитетами для того, чтобы так быстро решить и экономический, и пандемический кризис? Сюзана, вам слово. Добрый день, дорогие коллеги. Добрый день, дорогая Нона. Спасибо большое. Виталий Викенчич действительно очень хотел принять участие и передавал всем большие приветы. Что касается нашего вопроса, то действительно взаимодействие деловых объединений на уровне БРИКС способствует выработке совместных решений, которые, как мы считаем, можно в дальнейшем передавать органам государственной власти, стран-участникам для приоритетной работы наших объединений. Мы изучили статистику и получается, что торговое сотрудничество России именно в формате СОС и БРИКС развивается на 20% динамичнее, чем с остальным миром. Такие результаты достигаются во многом, потому что центр экономической силы на сегодняшний день смещается с запада на восток, и государства формата БРИКС показывают большие возможности для развития торговли. И сотрудничество России и Китая в формате БРИКС позволяет находить большие возможности для взаимопонимания и сотрудничества. В рамках нашей работы мы реализовали большое количество проектов, развиваемые деловое и гуманитарное сотрудничество. И что касается конкретно Китая, одним из последних примеров муниципального гуманитарного проекта может служить поставка средств индивидуальной защиты от города для нашего московского района Дорогомилова. То есть, несмотря на то, что Китай оказался на передовой борьбы с коронавирусом, при этом они плотно занимались поставками для московских районов с целью оказания помощи. И данное взаимодействие на уровне предпринимательских объединений облегчает очень и поиск партнеров в странах-участницах БРИКС. И вот буквально два месяца назад наш Союз совместно с Гонконгом, Шанхаем начали программу по поиску бесплатного оборудования для того, чтобы поддерживать предпринимателей как с российской стороны, так и с китайской стороны. То есть, любой предприниматель может направить нам запрос с определенной маркировкой, с необходимой сертификацией любого оборудования. После этого мы направляем данный запрос в Китай. Там в дальнейшем проверка идет контрагента и дальше подписание договора. Все это на бесплатной основе для того, чтобы поддерживать бизнес с двух сторон в ареале пандемии. Спасибо большое. Спасибо, Сезанна. Уважаемые коллеги, теперь я предлагаю перенестись в Южноафриканскую республику. Я предлагаю присоединиться к нашей дискуссии партнера деловой России, нашего друга Джорджа Себулелла. Джордж, вы возглавляете и ведете работу одной из крупнейших африканских союзов. На сегодняшний день вы создали новую структуру, объединенную конфедерацию бизнеса, которая объединяет в себе крупнейшие отраслевые союзы, общественные союзы бизнеса, которые по различным отраслям и направлениям объединяют и консолидируют позицию бизнес-сообщества в целом ЮАР. Скажите, пожалуйста, какой ваш опыт, как вы считаете правильным объединить интересы и муниципалитетов, и бизнес-объединение, и добиться каких-то ощутимых результатов в этой работе с учетом именно вашего опыта. Джордж, включите, пожалуйста, звук. Да, здравствуйте. Я хочу, чтобы включили презентацию. И если организаторы могут это сделать, пожалуйста, огромное спасибо. Большое спасибо. Я хочу очень быстренько пройтись по предоставленному материалу. И в первую очередь я хочу поблагодарить вас за то, что вы позволили принять здесь участие. В первую очередь наша объединенная конфигурация бизнеса объединяет 60 ассоциаций бизнеса, в которые входят более сотен компаний. И у нас более 5 миллионов сотрудников, если вы знаете. И я очень быстро хочу рассказать вам об истории данной конфигурации. И хочется непосредственно сказать о том, что на сегодняшний день у муниципалитетов есть возможность создавать лучшую бизнес-среду. У нас есть возможность на данный момент улучшать наш бизнес, улучшать влияние небольших муниципалитетов. И у нас есть мощность, чтобы предоставлять качественные услуги для наших обществ. И многие муниципалитеты получают инвестиции на развитие инфраструктуры. И мы хотим быть уверены в том, что большие экономики также впоследствии сыграют большую роль в этом развитии, и что мы сможем привлечь и их инвестиции в этом сосредоточке. И мы хотим двигаться дальше в этом направлении, потому что на сегодняшний день у муниципалитетов есть большое количество возможностей, и если мы объединяем наши усилия в рамках стран ДРИКС, мы в вашем сосредоточке пройдемся. Например, если мы объединяем наши усилия, мы пройдемся в других странах. Вы должны понимать, что если правительство не будет поддерживать муниципалитеты, они не смогут преуспеть всех проектов, которые они начали уже организовывать и которые пытаются продвинуть. Поэтому очень важно наладить сотрудничество между муниципалитетами наших стран. Именно поэтому необходимо, чтобы во главе каждого муниципалитета стоял хороший лидер, и нет лучших возможностей работать совместно над развитием наших муниципалитетов, чем... Можете переключить, пожалуйста, на следующий слайд? Большое спасибо. Самое важное, как мы можем видеть на сегодняшний день, это наличие определенных приоритетов, которые способствуют развитию наших муниципалитетов, и существуют различные факторы, которые позволят усилить влияние. Это создание партнерства, структура, развитие определенных политиков, развитие инфраструктуры и поддержание человеческих ресурсов. Все это является очень важными факторами развития наших муниципалитетов. Пожалуйста, переключите следующий слайд. Некоторые из этих пунктов требуют усиленной работы. Мы должны наладить взаимодействие с нашими правительствами, чтобы бизнес обладал определенной поддержкой, чтобы было достойное инвестирование в наши бизнес-проекты, которые способствовали бы функционированию наших муниципалитетов. И не менее важный момент является, конечно, информация, которую мы обладаем. И мы должны усиленно обсуждать данные вопросы, находить пути решения и заключать соглашения и контракты, направленные на развитие различных отраслей экономики, таких как производственные, сельскохозяйственные и прочее. Мы должны объединить усилия наших стран, наших муниципалитетов, бизнесов, чтобы быть уверены, что они преуспеют в этом деле. Переключите, пожалуйста, на следующий слайд. Мне кажется, сейчас какая-то техническая неприятность. Хочется поговорить о ситуации, которые происходят в Южной Африке и о НПО, которые существуют на территории моей страны. И я считаю, что мы должны делиться опытом наших стран. Я говорю о Бразилии, Южной Африке, Китае. И мы должны учиться на примере друг друга. Мы должны думать о тех возможностях, которые мы имеем, и о тех ресурсах, которые у нас есть. Мы должны наладить коммуникацию, создать определенные стратегии, и благодаря которым мы сможем эффективно развиваться, наладить также интернет-экспортные отношения между нашими странами, наладить рынки, не забывать о финансировании, потому что на сегодняшний день это играет очень важную роль. Большое спасибо за то, что пригласили меня принять участие в данной конференции. Для меня большая честь находиться сейчас здесь и представлять данную презентацию. И я очень рада видеть представителей из других стран БРИКС. Большое спасибо. Спасибо, Джордж. Ну, главное из каждого выступления, из вашего выступления, что я выношу, это необходимость открытости, готовности и желания к сотрудничеству. И это очень важно, уважаемые коллеги. Я должна сказать, в отношении африканского направления, деловой России, в целом мы готовим огромный пул мероприятий, Джордж, и мы обязательно с вами обменяемся нашими планами в отношении сотрудничества и тех блоков и проблем, которые в отношении именно взаимодействия и сотрудничества с Африкой существуют в понимании бизнеса общества российского. И я думаю, что вот те потенциалы и те возможности именно B2B-сотрудничества, которые на сегодняшний день существуют, мы абсолютно точно желание и готовность есть, к сотрудничеству реализуем. Что касается межмуниципального все-таки сотрудничества, уважаемые коллеги, мы с вами услышали выступления представителей общественных организаций, объединений, в том числе и бизнеса, которые свою позицию обозначили. Сейчас бы я хотела попросить представителя муниципалитета высказать свое отношение, свое понимание того сотрудничества, которое возможно между муниципалитетами и какую роль в этой работе имеют бизнес-объединения, в том числе и общественное объединение. Я хочу попросить подключиться к нашему разговору руководителя отдела международных отношений города Рио-де-Жанейро, господина посла Антонио Крус-де-Мело. Так, уважаемые коллеги, господин Антонио с нами на связи, я вижу, я вас приветствую. Я хочу сказать, что в 2017 году вы подписали соглашение между городом Рио-де-Жанейро и Москвой. И я уже знаю, что это сотрудничество включает в себя огромный пул возможностей и мероприятий. Вот скажите, пожалуйста, какова роль в этой работе, которую вы проводите именно общественных объединений, и какие промежуточные на данном этапе результаты той самой работы этого сотрудничества вы можете обозначить, которые могут быть интересны для других коллег в плане тиражирования этого опыта? Что ж, дамы и господа, Я хочу сказать, доброе утро. Для кого-то добрый вечер. Я хотел бы сказать, обратиться к Организации Рио-де-Жанейро. В Рио-де-Жанейро есть много возможностей для работы с муниципалитетами БРИКС, много возможностей для сотрудничества со странами и городами БРИКС. Это очень интересный предмет для разговора. И сегодня мы должны понимать, что различные сообщества сейчас должны сотрудничать с властями. и мы видим, что во всех городах стран БРИКС это и происходит. У нас общий интерес. Города БРИКС могут сотрудничать между собой, обмениваться опытом, практиками. и мы должны строить сотрудничество и на уровне правительств, чтобы более на глубоком уровне обсуждать интересующие нас вопросы. Я бы хотела подчеркнуть один аспект, который уже упоминался сегодня одним из спикеров. Один из спикеров упоминал хорошие, полезные практики, которыми мы можем обмениваться между муниципалитетами. Я хотел бы предложить создание каталога своего рода полезных практик. Это сотрудничество в разных сферах здоровья, образования, окружающая среда и так далее. Я думаю, что такой каталог будет очень полезным для того, чтобы способствовать дальнейшему сотрудничеству между городами БРИКС. И я надеюсь, что в течение следующих встреч в рамках БРИКС и, например, в Санкт-Петербурге в июле следующего года мы сможем получить преимущество такого сотрудничества и мы можем уже всерьез обсудить создать такой, обсудить создание такого каталога, который будет направлен на развитие сотрудничества в городах БРИКС. Сейчас, как мы видим, развиваются технологии и мы должны подчеркнуть, что у стран БРИКС есть огромный потенциал сотрудничества в этой сфере. города БРИКС должны способствовать развитию сотрудничества в этой сфере, а также в сфере экономики для того, чтобы привносить какие-то новые передовые решения, и для этого мы должны обсуждать как можно чаще наши решения по интересующим нас общим вопросам. Рио-де-Жанейро изо всех сил старается развивать наши муниципалитеты на основе технологий. Мы понимаем огромную роль общественных организаций, их роль в развитии Рио-де-Жанейро. и у нас есть немало успешных примеров развития нашего города. Конечно, нужно учитывать и конкретные инициативы для устойчивого развития. Некоммерческие организации невероятно важны во время коронавируса. они помогают нуждающимся, помогают правительству справляться с пандемией. Они помогают разрабатывать превентивные меры. и у нас есть интересный проект, который включает в себя работу как правительства, так и частных организаций по борьбе с COVID-19. Мы также работаем с некоммерческими организациями для поддержания чистоты на нашей улице, для повышения уровня дохода нашего населения. все это происходит в тесной работе с различными организациями. Мы говорим сейчас о тех людях, которые находятся в сложной ситуации, прежде всего о бездомных. Еще один пункт работы это экология. Одна из организаций производит, например, так называемую органическую еду для школ, больниц, для заведений общественного питания. И все это было бы невозможно без участия неправительственных организаций. И важно подчеркнуть, что наши программы сотрудничества направлены на то, что и наша страна, и организации подобного получат всем необходимые преимущества. И мы должны понимать, что они играют огромную роль в развитии наших городов. Они помогают нам бороться, например, с голодом. И кроме того, неправительственные организации Рио-де-Жанейро борются за сохранение окружающей среды. Такое сотрудничество невероятно важно для любого города, важно для флоры и фауны нашей страны. Важны для того, чтобы достигнуть цели устойчивого развития. Когда я шел в свой офис, я слушал радио, и там говорили, что из-за вырубки наших лесов животные приходят в город, и в городах можно встретить разных животных из лесов, они ходят по улицам, и представители неправительственных организаций отлавливают таких животных и возвращают их обратно в леса, это очень важно. Так что я еще обозрекну, что такие организации помогают во многом нашим городам. поддержка таких организаций помогает развивать и дополнительное образование в средней школе. Благодаря этому более трех с половиной тысяч детей получили дополнительное образование. все это помогает нам на более глубоком уровне сотрудничать с муниципалитетами всех стран БРИКС и конечно влияние нашего сотрудничества огромно. Мы создали один из центров такого сотрудничества, который стал одним из крупнейших в регионе. за последние несколько лет эта организация сыграла очень важную роль для нашей страны. Например, она боролась с рабством в 2020 году и партнерство с этой организацией помогло укрепить наши связи с африканской страной и развивать проекты БРИКС. Среди рекомендаций БРИКС о поддержке неправительственных организаций одна из рекомендаций поддерживать организации, которые способствуют укреплению солидарности и сотрудничества. особенно это важно было во время эпидемии ковида. Рио-де-Жанейро предложил создать центры по диалогу между главными городами страны и благодаря этому борьба с ковид была гораздо легче. Мы будем продвигать эту идею и продвигали ее уже в прошлом в июле 2021 года состоится очередное заседание в июле 2021 Я хочу пригласить их к участию в следующем заседании BRICS в 2021 году. Я хочу сказать еще раз о туризме. Я думаю, представительница Индии говорила о туризме, о том, что мы должны сотрудничать в этой сфере. Как вы знаете, Рио-Джанейро туристический город. Я хочу подчеркнуть важность обсуждения туризма между странами BRICS, между нашими коллегами. Я думаю, что мы должны распространять идею о том, что туризм чрезвычайно важен, особенно бизнес-туризм. Города BRICS также должны обсуждать плюсы туризма. И, знаете, это очень интересно. Раньше у нас было очень много туристов из России, Индии, Китая. и я думаю, мы должны продвигать эту идею, чтобы люди приезжали к нам из разных городов. Мы должны разрабатывать разные программы, чтобы развивать туризм внутри наших городов. об этом мы должны поговорить на следующей нашей встрече. Чтобы подытожить свою речь, я бы хотел сказать, что я действительно выступаю за операцию между городами БРИКС. Хотел бы поблагодарить города Китая, которые серьезно помогли пожертвованиями Рио-де-Жанейро. Они прислали нам более 500 тысяч различных предметов, которые помогли нам бороться с ковидом. Так что я еще раз хочу поблагодарить коллег из Китая за поддержку. Большое спасибо. Я надеюсь увидеть вас всех в Санкт-Петербурге в следующем году. Большое спасибо. Спасибо большое, господин посол. Спасибо за ваши подробные рассказы относительно тех проектов, которые вы уже реализуете на муниципальном уровне. И совершенно замечательная идея создания каталога лучших практик. Действительно, это очень хорошая идея, которая могла бы собрать все лучшие практики, объединить и тиражировать эти практики в разных регионах. И если вы станете локомотивом вот этого проекта, мы все в свою очередь готовы поддержать этот проект и поучаствовать в нем, представить лучшие практики, которые есть среди муниципалитетов Российской Федерации в плане продвижения и взаимодействия и кооперации с муниципалитетами других стран. Уважаемые коллеги, я хочу перейти к следующей части нашей дискуссии. У нас очень много записавшихся спикеров, и из участников дискуссии, из участников зрителей дискуссии тоже есть желающие высказать свою позицию, поэтому я прошу соблюдать наш регламент от 5 до 7 минут до того, чтобы мы успели всех выслушать. С нами сегодня присутствует и участвует в дискуссии бизнес-посол Деловой России в Индии, предприниматель Ольга Куликова, и я должна сказать, что Институт бизнес-послов Деловой России работает не так давно, но Деловая Россия в 48 странах имеет своих представителей, бизнес-посланников, которые координируют взаимодействие с бизнес-сообществом и администрациями и правительствами этих стран. Ольга, я попрошу вас подключиться к нашей дискуссии и рассказать, насколько все-таки велика роль и какова роль в целом бизнес-сообщества в реализации и развитии коммуникации между муниципалитетами и какие еще возможные интересные идеи и процессы, которые мы могли бы как бизнес предложить муниципалитетам в этом сотрудничестве. Спасибо, Нонна. Здравствуйте, коллеги. Мне очень приятно сегодня участвовать в этой панельной дискуссии. Как бизнес-способ в Индии я стараюсь со своими коллегами приложить максимум усилий для того, чтобы увеличить взаимоотношения между российскими и индийскими компаниями малого и среднего бизнеса. Что касается роли общественных объединений в развитии сотрудничества между муниципалитетами, я хочу сказать, что на примере Индии я считаю, что очень хороший пример это развитие института городов по Братиму. На примере Дели, Москва и Мумбаи и Санкт-Петербург эти два примера могут служить как некой опорной точкой для дальнейшего сотрудничества компаний и муниципалитетов в рамках БРИК. И в ходе 20-го российско-индийского саммита Россия и Индия условились о дальнейшем развитии институтов городов по Братиму, что дает надежду на то, что их количество будет увеличиваться. Пока что в рамках существующего сотрудничества приоритетные отрасли это развитие общественного транспорта, метрополитена, это система безопасности, это умный город, также это безопасный город. Москва, например, привлекает индийских медицинских операторов, которые обладают уникальными технологиями в области здравоохранения. Кроме того, Москва в последнее время часто использует подписание акцентных контрактов. Например, в обмен на инвестиции город предлагает долгосрочные закупки медицинских препаратов. Партнерство компаний иммунитетов на премьере Мумбая и Санкт-Петербурга хорошо отражает некоммерческую, скажем так, культурную часть. Это, например, наличие крупнейшего научного центра изучения истории языка Индии в Санкт-Петербурге, а также взаимное сотрудничество в области туризма и культуры. потенциально это партнерство может вырасти в проектировании и строительстве различных гидротехнических сооружений и гидроэлектростанций и, конечно же, создание новых IT-технологий и наукоемких образцов продукции. Я считаю, что для того, чтобы взаимодействия между городами, между муниципалитетами наших стран были успешными, то, конечно же, необходимо обмениваться опытом реализации различных городских проектов. Необходимо предоставлять, обмениваться программами подготовки обменным специалистам. Нужно обязательно участвовать в форумах и различных конференциях. Обмениваться делегатами. Я надеюсь, это будет доступно уже начиная со следующего года. И, конечно же, это различные организация точек продаж это ярмарок торговых домов. Что касается сотрудничества между Индией и Россией на уровне различных ассоциаций, то деловая Россия, например, имеет соглашение с крупнейшими индийскими ассоциациями. CII, FITI, это NSIC, это Индийская торговая промышленная палата. И мы стараемся подписывать соглашения и работать с коллегами в этом направлении все больше и больше. Тем самым, я надеюсь, это увеличит интерес со стороны и российских и индийских компаний к увеличению взаимноторговли. Различные все эти недостатки, которые сейчас есть, конечно же, в основном это отсутствие информации и интеграции российских деловых сообществ индийскими. Я считаю, что постепенно мы решаем этот вопрос и, конечно же, такие площадки необходимы для того, чтобы компании становились ближе друг к другу, но главное становились люди, которые будут узнавать все больше и больше о тех возможностях, которые предоставляют те или иные муниципалитеты или, например, как в случае Индии Штаты и Россия соответственно регион. Что касается потенциальных ниш развития, то, конечно же, сейчас после пандемии это сфера электронной коммерции, это сферизация бизнеса, это онлайн взаимодействие. И, на мой взгляд, помимо взаимодействия между муниципалитетами необходимо создать службу некоего единого окна для малого и среднего бизнеса, который будет помогать компаниям находить надежных партнеров, искать актуальную информацию и, конечно же, помогать в продвижении продукции. Тем самым это увеличит взаимодействие как между компаниями, так между людьми, так и между муниципалитетами. Спасибо большое. Я надеюсь, я смогла кратко выразить надежду на то, что муниципалитеты внесут свою посильную роль в развитии торговли между нашими странами. И я, конечно же, желаю всем здоровья и надеюсь встретиться со всеми лично в следующем году. Спасибо большое. Спасибо, Ольга, за ваше предложение, за вашу работу, ежедневный труд, который вы на пользу бизнеса российского, индийского так включенно работаете в этом направлении. Уважаемые коллеги, я прошу подключиться сейчас к нашей дискуссии. Господин Уэсли Дуглас, он председатель комитета по международным отношениям Black Business Council, бывший член парламента Национального Совета провинций. Я думаю, что здесь возможно очень много интересных моментов. Уважаемые коллеги, как мы знаем, ЮАР включает свой состав 9 провинций, которые в свою очередь разделены на 52 округа, а последние состоят из 226 муниципальных образований, 226 муниципалитетов в данном случае. Господин Дуглас, вот скажите, пожалуйста, насколько эти муниципалитеты активны в жизни страны, насколько их вклады, кооперация интересны и возможны, и какой интересный опыт здесь мы могли бы предложить представителям других стран. Здравствуйте, спасибо. У меня есть презентация, можно ее запустить. Спасибо за представление. Наши муниципалитеты действительно серьезного вовлечены в жизнь страны, и в презентации я расскажу, как мы, как неправедственная организация, можем быть вовлечены и как мы можем вовлечь организации из других стран. Другой слайд, можно, пожалуйста, я попробую быстро рассказать. Большинство соглашений по братимстве заключается в крупном городском масштабе, носит в основном церемониальный характер, в Москве, Петербург, сотрудничество у нас есть нужна необходимость в различных соглашениях, и у нас есть много возможностей для правительства, которое может создать благоприятные условия для экономического развития, и бизнесы частных секторов могут создать рабочие места, поэтому крайне важно иметь подход к экономическому развитию на различных уровнях. Следующий слайд, пожалуйста. как мы на самом деле можем привлечь муниципалитеты к работе, например, в Китае мы это делали, мы взяли муниципалитет района Амаджуба и муниципалитет в провинции Шандун. Следующий слайд, пожалуйста. мы сначала поговорили с местными муниципалитетами и отправили им письмо мандат. Мы представились не как бизнес-ассоциация, а как некоммерческая организация, и хотели работать в сфере экономики, мандат. затем отправили письмо мандат. Поехали в Китай, чтобы установить партнерство, посмотреть, насколько нам подходят муниципалитеты и какой из муниципалитетов подходит больше. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Мы приехали в Китай, и мы стали вести переговоры, и большинство китайских муниципалитетов были согласны работать с нами, и мы нашли три возможных интересных для нас партнеров. Мы заключили соглашение о намерениях между муниципалитетами, которые выбрали, и муниципалитеты ответили нам и согласились работать с нами. Следующий слайд, пожалуйста. Мы заключили ряд соглашений, как можно видеть. Когда мы приехали из Китая, мы проводили консультации с мэрами, с локальными лидерами, с лидерами сообществ и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. Эти консультации показали нам, что мы действительно хотим, как мы хотим развиваться. И мы встречались с представителями китайской страны, чтобы довести до них нашу мысль. Следующий слайд. мы пригласили мэра Амаджубы и мэра другого города бизнесменов. привезли их в Китай, чтобы встретить с мэрами, чиновниками и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. Примерно неделю мы обсуждали, вы видите зал заседаний, и мы поняли, что все участники хотят участвовать в дискуссии. Мы заключили 20 соглашений, в основном в экономической сфере. Китай также заявил о том, что они действительно хотят сотрудничать, не просто заключить какое-то соглашение на бумаге, но действительно взаимодействовать. Следующий слайд. Мы поговорили о многом, поговорили о том, что нам нужно друг от друга. Мы следующие четыре слайда будем как раз видеть процесс переговоров. мы узнали больше о другой стране. Пожалуйста, продолжайте мне еще. Мы говорили в основном о туризме, о экономическом развитии наших городов. в основном, конечно, о туризме, о развитии китайской культуры в ЮАР и наоборот. Следующий слайд, пожалуйста. еще раз. Вы можете видеть фотографии из нашего путешествия. Мы изучали разные индустрии и смотрели, чем различаются эти индустрии в наших городах. Следующий слайд, пожалуйста. важность того, что политические главы также были включены в обсуждение, не только бизнес. То есть мы действительно работали над этим общением. Следующий слайд. так что и с нашей стороны, и с китайской стороны у нас было несколько решений совета, несколько законопроектов для того, чтобы на муниципальном уровне регулировать все те мероприятия, проекты, которые мы хотим реализовывать. создание, например, торговых зон, развитие сельского хозяйства, все это мы обсуждали, и теперь мы могли начать нашу работу. И все это произошло именно благодаря муниципалитетам, благодаря некоммерческим организациям. они собирали средства для этого. Следующий слайд, пожалуйста. Неправительственные организации собирали средства. Следующий слайд. Они делали всю основную работу. Мы не будем вдаваться деталей, потому что времени немного, но главное сложно понять. Следующий слайд. У нас было много проектов в сфере сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, промышленного развития. Следующий слайд. И самое главное, что люди стали работать с людьми. Следующий слайд. Так что в нашем соглашении, которое мы заключили недавно. Мы разработали пять ключевых секторов. Это сельское хозяйство. Над этим мы работаем и в ЮАР, и в Китае. Мы обменяемся средствами, технологиями и так далее. Также мы решили развивать промышленность. мы обмениваемся товарами, производим, продаем друг другу на обличанных условиях. Особенно важна была легкая промышленность. Мы производим свою собственную таркань, и Китай помогает нам с технологиями. И благодаря этому мы создаем новые рабочие места. Следующий слайд. Давайте два-три слайда пропустим. Да, это тоже. Вы посмотрите эту презентацию, давайте мы пропустим. я хочу сказать, что какова же действительно роль так, далеко зашли со слайдами. Давайте назад чуть-чуть. Два назад. Так, какая ценность неправительных организаций в развитии сотрудничества между муниципалитетами стран BRICS? Я хочу вот что сказать. Если вы НПО, вы можете очень быстро развиваться. Вы можете быстрее двигаться, быстрее обсуждать различные проекты с муниципалитетами. И благодаря муниципалитетам мы смогли создать среду для развития. Это все благодаря муниципалитетам произошло так быстро. Благодаря этому произошло прежде всего культурное культурное обмен. Следующий слайд. Мы заключили соглашение на более чем 100 миллионов долларов между Амаджубой и Уди. И наша модель может быть реализована во всех странах. И мы планируем таким же образом работать с Россией. И эта модель нацелена на цели и проекты BRICS. И все это можно успешно реализовать. реализовать и на деле, и теоретической точки зрения это достаточно просто. Все это благодаря сотрудничеству именно некоммерческих организаций, бизнеса и муниципалитетов. Благодаря такому сотрудничеству мы можем гораздо более эффективно сотрудничать. Я думаю, это очень яркий пример того, как работают муниципалитеты BRICS. Я хочу поблагодарить вас за возможность выступления здесь, и если есть вопросы, пишите мне. Да, спасибо, господин Дуглас, за такое подробное выступление и такие красивые интересные практики, которые действительно вполне применимы во всех странах, на мой взгляд. И я думаю, что вот тот каталог лучших практик, о котором говорил наш предыдущий спикер, будет очень правильно включить и в этот каталог ваши практики, и тиражировать ваш опыт, ваши возможности и практики для других стран. Уважаемые коллеги, я предлагаю двигаться дальше, у нас не так много времени осталось еще три спикера, поэтому я попрошу еще раз соблюдать наш регламент выступлений. Я должна сказать, что на опыте деловой России сотрудничество с бизнес-ассоциациями на федеральном уровне, оно дает возможность сотрудничества наших бизнес-объединения на межмуниципальном уровне. И мне кажется, то сотрудничество, которое с федерального на муниципальный уровень спускается в работе бизнес-ассоциаций, вполне можно как модель тоже использовать в сотрудничестве муниципалитетов. Ту модель, которая работает на межправительственном уровне, вполне можно отрабатывать на уровне городов, побратимов и разных других программ. Уважаемые коллеги, я попрошу сейчас подключиться к нашей дискуссии господила Павла Чкана, который является Джана, который исполнительный директор Сычуанской Китай-Российской Ассоциации. Скажите, пожалуйста, Павел, так ли это в рамках сотрудничества именно в китайских провинциях? Ну и поделитесь вашим опытом, вашими практиками, как мы могли бы вот их тиражировать на другие страны. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вам слышно? Да, мы вас слышим. Большая благодарность организаторов за участие в конференции. И вот я, наверное, единственный представитель из всех спикеров из Китая. различия и разделение труда между общественными организациями и муниципалитетами в международном сотрудничестве. социальные организации в Китае сильно отречаются от таковых других странах, потому что общественные организации намного сложнее зафиксировать. и они могут заниматься организационной деятельностью только под управлением и руководством правительства. Поэтому китайские общественные организации должны не только устанавливать хорошее отношение с правительством, но и как-то сохранить свою независимость в сфере бизнеса. Раньше я много лет работал в правительстве. Павел, мы вас слушаем. Наверное, какая-то проблема со связью. Да-да, мы вас слушаем. Хорошо. В основном устанавливаю связь и сотрудничество между Китаем и русскоязычными странами в сфере науки и технологий, а также международным культурным обменом. устраиваю визиты деловых делегаций и официальные переговоры между правительствами. За более чем 20 лет моей работы я участвовал и был свидетелем подписания бесчисленных соглашений и договоров. но очень немногие проекты в конечном итоге воплотились в жизнь. Поскольку большинство проектов возглавляет правительство. Получается, что все сели, чтобы познакомиться друг с другом и подписали некоторые намерения соглашения. Но на самом деле обе стороны не понимали друг друга в глубине и сотрудничество не могло быть успешно завершено без эффективной информации и доверия. следовательно, в этом отношении общественные организации могут много делать. Систокоммерческое партнерство избегает влияния политических факторов не для выполнения определенной задачи, а для достижения общей цели. Я считаю, что главными препятствиями на пути сотрудничества китайских частных предприятий с русскоязычными странами являются культурные различия и отсутствие взаимно доверия. Культурные различия требуют активного взаимодействия и координации со стороны общественных организаций, включая онлайн общение между двумя сторонами, ранее взаимные визиты и изучение предсторон. взаимные что касается отсутствия взаимного доверия, я думаю, что правительство обеих сторон должно принять меры. Основа взаимного доверия лежит надежных законных и системы. Например, если китайский инвестор хочет инвестировать в определенный проект, он должен подтвердить и быть уверен, что его инвестиции гарантируют и не повлияют на проект из-за изменений в политике правительства. Те же вопросы не менее важны для тех, кто инвестирует в Китай. Поэтому прочные законы и системы это основа делового общества. Некоторые направления работы нашей Сучуанской Китайской Российской Торговой Ассоциации Провинция Сучуан и город Чунгчинг это самые быстро развивающие районы Китая. Правительство Китая установило план развития на ближайшие 10 лет сделать Сучуан и город Чунгчинг одним из ключевых областей развития. Если Пекин, Шанхай, Шэнчжэн и Гуанчжоу наиболее знакомы иностранными инвесторами, то столица провинции Сучуан, город Чунгчинг и город Чунгчинг станут будущими центрами Китая. В плане китайского правительства Чунгчинг и Сучуан развиваются как один регион, что представляет собой как называемый модель двух городов. Общая численность населения двух регионов составляет 130 миллионов человек. И ВВП на прошлый год эквиваленте ВВП всей Российской Федерации за тот период. После десяти лет развития теперь гуляя по улицам Чинду столицы провинции Сучуан уже невозможно отличить Чинду от Шэнчжэн. Как я уже сказал общественные организации попрошу у нас время уже ограничено буквально одну минуту и завершать выступление. Спасибо. Хорошо. Как я уже сказал общественные организации должны поддерживать хорошее отношение с государством имеет большое значение. Прежде всего у правительств есть много ликотных политик для корпоративных инвестиций. Поэтому мы должны полностью поднимать эту политику и иметь возможность полной мере пользоваться ее поддержкой. В то же время наша ассоциация поле гибкое, чем правительство. У нас есть связь с самыми крупными торговыми палатами и ассоциациями по всей стране, охватывающей сотни тысяч китайских компаний. Мы можем точно установить связь с иностранными инвесторами в соответствии с их потребностями и мы можем делать это в полной соответствии с коммерческими принципами. на самом деле мне есть чем поделиться еще, но сегодня я не осмелюсь отнять много времени. Мой опыт это в основном сотрудничество между Китаем и русскоязычными странами. В будущем я надеюсь на сотрудничество с другими странами БРИСа, БРИКСа. И снова хочу сказать международное сотрудничество требует как надежной правовой системе так и взаимодоверия. И это также основная обязанность наших общественных организаций. Мы надеемся что сможем лучше. Спасибо вам большое всем. Спасибо вам огромное господин Джан. Я должна сказать что действительно при любом сотрудничестве необходимо учитывать все барьеры которые существуют а поскольку страны разные менталитеты разные мы должны действительно учитывать еще и этот элемент и этот фактор. Спасибо вам за ваше такое мудрое правильное выступление. Мы планируем сделать протокол по итогам нашего мероприятия и мы обязательно ваше выступление ваше предложение включим в этот протокол и обязательно разошлем всем участникам мероприятий по линии организаторов саммита и форума и мероприятий BRICS мы обязательно донесем до пользователей все что сегодня было сказано. уважаемые коллеги поскольку у нас еще записались два спикера которые хотели бы донести до нас информацию я попрошу сейчас взять слово госпожу Мишель Салерс Д. Суза генерального директора Сайера Сибернетика из Бразилии и буквально две минуты Мишель я попрошу очень коротко выразить вашу мессенд спасибо меня зовут Мишель Д. Суза я являюсь генеральным директором и директором по вопросам исследований и развития рекорд Сибернетики а также специалистам в области хроники Сибернетики для робототехники интеграции машин живут сейчас я подготовила презентацию чтобы рассказать о своей работе Мишель если вы позволите я попрошу вас без презентации в двух словах рассказать донести до наших участников вашу мысль а что касается презентации организаторов попрошу просто листать презентацию для информации я хочу рассказать я хочу рассказать а также я являюсь нероинженером нероинженером нерофатер и нероатом я являюсь я являюсь Георгия Георгии, Я родилась с лёгкой степенью аутизма, также известного как синдром Асбергерон. И в связи с этим в детстве было сложно специализироваться. Однако с возрастом я научилась направляться с данной проблемой, в то же время не забывая уделять внимание учебе и работе. И на сегодняшний день я смогла создать организацию, извините, как синдром Асбергерон. Это частная организация. Если вы не готовы слушать, это долго. Кто-то работает в русском языке и кто-то проводит мою презентацию. Потому что кто-то проводит мою презентацию и кто-то проводит мою презентацию. Извините, я не совсем понимаю кто пролистил эту презентацию. Извините, Мишель, у вас только один минута для вашей презентации, пожалуйста. Только один минута. У нас возникли технические неполадки. Вы можете убрать их? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Насколько вы знаете, я являюсь бразильянкой, и я создала компанию известную как Secure Cibernetica, которая является неправительственной организацией. Это стартап-лаборатория по исследованию и разработке ударных технологий, которые направлены на здравоохранение. Компания, которую я создала, это не коммерческая организация, и мы занимаемся разработкой технологий. Так что эти технологии могут быть доступны людям из развитых и развивающихся. Так что, с этими технологиями, мы можем использовать экоскелетон для протеза. И механические протезы, которые могут быть 80% дешевле, чем те, которые сейчас находятся на рынке. Нона, извините, что я не смогла представить должным образом презентацию. Очень трудно переводить это два привычка. Госпожа Мишель, уважаемые коллеги, поскольку у вас ваше выступление и ваша презентация весьма интересны, но они не совсем имеют отношение к теме сегодняшней дискуссии, я попрошу вас тогда прислать нам эту презентацию. Мы ее разошлем всем участникам и заинтересованным лицам. Ну и я предлагаю, поскольку мы уже с вами работаем около двух часов, уважаемые коллеги, и мне кажется, мы очень хорошо смогли обсудить тему сегодняшней дискуссии. Мы подготовим протокол по итогам всех выступлений, всех предложений, которые сегодня поступили, и разошлем всем участникам и со стороны участникам стран Брикс, и со стороны организаторов, и со стороны участников. И я думаю, что презентации, в том числе Мишель, туда с удовольствием войдут и будут всем разосланы. Уважаемые коллеги, я должна сказать, что в любой работе очень серьезную роль играет первое, коммуникация. Второе, на мой взгляд, это человеческий фактор и желание наше с вами коммуницировать, общаться, то есть неравнодушие. Третье, это набор практик и опыта, который у нас есть, уважаемые коллеги. Ну и координация и кооперация нашего взаимодействия – это огромнейшая возможность, которую мы имеем на площадке вот подобного рода форумов, транслировать и собственные практики, опыт и знакомиться, что очень важно. Мне кажется, мы сегодня прозвучали очень много интересных идей, которые мы и на практике деловой России, на практике наших бизнес-объединений, общественных организаций сможем применить. Я хочу поблагодарить всех участников сегодняшнего мероприятия, организаторов. Я желаю всем здоровья, крепкого, не болеем. Остаемся с вами на связи, движемся дальше. Всем успехов и удачи!